В Тиминской области пошли первые грибы. Любители тихой охоты выкладывают в соцсети фотографии своей добычи. Лукошки в основном белые и маслята. Выглядит, конечно, аппетитно. Мы тоже решили испытать удачу. Наш корреспондент Анастасия Лизаревич отправилась в лес на разведку и не одна, а с бывалым грибником. Удалось ли им наполнить корзины, увидим прямо сейчас. Мы сейчас находимся в смешанном лесу. Здесь, значит, и березы, и осины, и сосны. Ну, в таких лесах, можно сказать, что растут все грибы. Все грибы. И абабки, и красноголовики, и грузди. Знакомьтесь, любовь у Разметова. Жительница деревни Пагерина по грибам большой специалист. По тюменским лесам ходит уже полвека. Сыроежкиным премудростям и народным приметам ее учила еще бабушка Анастасия. Любовь Сергеевна, вот расскажите, вообще, самая главная примета, когда можно уже идти искать грибы? Большие урожаи бывают, когда, конечно, вот поганки и мухоморы. И где мухоморы, там и грибы. Ну вот, мы увидели поганки. Значит, мы будем надеяться, что грибы у нас пойдут. В этих местах должны расти грибы. Маслята. Они должны уже пойти, потому что время для них... О, вот как раз и масленок. Гриб никогда не нужно из земли вырывать с корнем, потому что он нарушается. Грибница на этом месте потом грибов расти не будет. Нужно аккуратненько его срезать. Похож на масленок. Так, сейчас посмотрим. Нет, оказывается, не масленок, а поганка. Да, в последнее время появились грибы, которые двойники грибов. Бывают, конечно, грузди ложные, это называют их свинопасы, они черные. У настоящего опенка у него юбочка, юбочка. А у тех опять юбочки нет. Но они совсем по-другому выглядят. Даже цвет у них другой. Вот видите, сейчас мы его... Это синявочка, тоже сыроежка. На безрыбье и сыроежка деликатес. Наша грибная охота длится полчаса, а в корзинке не густо. Зато здесь можно найти ягоды. А что это за ягоды? Костяника. Костяника очень вкусная, ягода полезная. Здесь ее растет очень много, из нее очень вкусное варенье. Сходишь в лес уже как-то, вроде бы, отдохну. А вот скажите, а есть какая-то самая главная ошибка начинающих грибников? Нужно пораньше встать, пораньше в лес прийти. Грибы растут ночью, поэтому первый придешь, первый сорвешь. Белые грибы, они растут в хвойном лесу по бугоркам, они любят. Мох такой небольшой, зелененький. На таких местах, в таких местах растет, на мхах растет белый гриб. Пока нет, либо время не пришло. Грибная разведка показала, кто ищет, тот найдет. Тем более у тети Любы оптимистичный прогноз на выходные. Грибная пора только начинается. Думаем, что грибы пойдут, поганки появились, поэтому грибы тоже пойдут. Без грибов мы не останемся.